Веслов Кукула 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 дронов. Это улучшает качество тактических операций. «Мы можем иметь танк за 2 миллиона. И может прилететь три вот таких FPV-дрона. И этого танка нет. Война и тактика войны стремительно меняются. Стоимость техники, которую уничтожили наши FPV-дроны, бомберы, стоимость техники вражеской в 4,5 тысячи раз больше, чем было затрачено на производство дронов». За месяц организаторы курсов также передали 100 дронов для военных, 103-й и 125-й бригад, которая базируется в Сумской и Харьковской областях. Сейчас готовятся к поездке на запорожское направление. Курсы планируют проводить каждые две недели, чтобы обучить намного больше украинцев современным технологиям ведения боевых действий. Сегодня в Украине День национальной полиции. С профессиональным праздником правоохранителей поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что полицейские не только сражаются на фронте за победу Украины, но и обеспечивают правопорядок в тылу, спасают послероссийских ударов и всегда помогают людям. Ваша работа – это именно защита для наших людей, защита от проявлений преступности, правопорядок и безопасности в общинах, спасение послероссийских ударов. Национальная полиция Украины всегда рядом с людьми. Наряду со всеми остальными элементами сил обороны и безопасности, подразделения национальной полиции Украины защищают государство в боях против оккупантов. Вопреки всем сложностям, благодаря именно вашей службе, в общинах обеспечивается порядок и нормальная жизнь. Нацполиция эвакуирует наших людей из прифронтовых городов и сел и помогает тем, кто находится под российскими обстрелами. Полицейские всегда прибывают на места попадания российских ракет и дронов, всегда одними из первых оказывают помощь абсолютно всем. И к другим важным темам дня. В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки закроются в 22.00 по местному времени. Тогда же появятся и первые данные экзитпола. А финальные результаты голосования станут известны около 9 часов утра пятницы. Соцопросы показывают, что правящая партия в королевстве изменится, лейбористы сменят консерваторов. Последние, напомню, пребывали у власти 14 лет. Джо Байден не собирается покидать президентскую гонку. Об этом сообщает телеканал CBS News. Отмечается, что действующий американский президент признал трудности, с которыми он столкнулся за последние несколько дней. Однако дал четко понять, что собирается победить своего конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах. Отмечу, что согласно последним опросам The New York Times, Трамп пока опережает Байдена с поддержкой в 49% голосов против 43%. На территории России недалеко от границы с Финляндией замечены мигранты, которых страна-агрессор может использовать как инструмент давления на Хельсинки. Об этом заявили в пограничной службе страны, а также отметили, что в настоящее время проводят оценку угрозы. Напомню, середина декабря на границе Финляндии с Россией закрыты все пункты пропуска. Решение было принято из-за потока нелегальных мигрантов из России. В основном это граждане стран Ближнего Востока и Африки. Правительство Финляндии называет это гибридной войной. Россия становится самой большой угрозой для безопасности Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Аналина Бербак на заседании Бундестага. И призвала страны НАТО и дальше поддерживать Украину. По словам Бербак, Запад должен защищать свободу. Мы должны ясно заявить в Вашингтоне на следующей неделе на саммите НАТО, что путинская Россия остается самой большой угрозой нашей безопасности и свободе в Европе в обозримом будущем. Поддержка Украины – это неблаготворительный жест. Это инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу. В НАТО согласовали помощь Украине в размере 40 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Соответствующее обязательство лидеры стран блока подпишут на саммите Альянса в Вашингтоне. В то же время о выделении крупного пакета военной помощи Украине объявили и в Пентагоне. Как союзники помогают Киеву – далее в сюжете. Соединенные Штаты вскоре объявят о выделении Украине помощи в сфере безопасности в размере 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны США Лоид Остин во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне. По его словам, в новом пакете будет противотанковое оружие и ракеты для систем ПВО. В том числе и для систем Патриот и на Самс. Украина не одинока и Соединенные Штаты никогда не откажутся от поддержки. Вместе с пятью-десятью союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять все необходимое Украине. Этот пакет предоставит больше ракет для ПВО, противотанкового оружия и других критически важных боеприпасов из американских запасов. Это также позволит Соединенным Штатам закупить больше ракет для систем Патриот и Насамс, которые будут поставлены в ускоренные сроки. 2 июля в США прибыла украинская делегация в составе министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и вице-премьера по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Вопросы безопасности и оборонного сотрудничества стали приоритетными темами в Вашингтоне, подчеркнул Рустем Умиров. Основной фокус был ПВО. Основной фокус это системы ПВО. Говорили о том, когда они придут. По поручению президента он ожидает от нас четких дат. Сколько систем, сколько ракет, какие системы будут и когда они уже прибудут в войска. В Вашингтоне украинская делегация обсудила с главой Пентагона гарантированную финансовую помощь Украине на уровне НАТО. Как пишет британское издание The Guardian, ссылаясь на представителя Госдепартамента, на отдельной встрече госсекретарь США Энтони Блинкен и Андрей Ермак обсудили намерения членов НАТО приблизить Украину к Альянсу. Как пишет Ройтер, ссылаясь на европейского дипломата, за неделю до встречи лидеров стран Североатлантического Альянса в Вашингтоне союзники согласовали предложение генерального секретаря Йенса Столтенберга о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году. Официально утвердить решение должны на саммите лидеров стран Блока. По оценке Столтенберга, такая сумма соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения. И партнеры и другие страны гарантируют, что они смогут собрать за год суммарно 40 миллиардов для Украины. Это без учета американской помощи. Американцы идут отдельно. Они не являются в данном случае в доле, так сказать. У них свой бюджет, свое решение, Конгресс и так далее. Они принимают решения по отдельным объемам и поэтому помощь будет поступать минимум по двум источникам. Нам будут давать максимально все то, что смогут дать. Как пишет Нью-Йорк Таймс, на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе. Кроме того, лидеры обсудят создание должности спецпредставителя в Киеве. Его основная миссия – контроль и координация международных поставок оружия и учений украинских вооруженных сил под эгидой НАТО. 26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры. В столице Франции соберутся 10,5 тысяч спортсменов из 206 стран мира и 33 атлета без государства, флага и гимна. Это те самые нейтральные спортсмены из России и Беларуси. Из-за развязанной войны России против Украины эти страны не допустили к участию в Олимпиаде. Но для самих атлетов Международный Олимпийский комитет сделал исключение, предложив им участвовать в играх в нейтральном статусе. 22 представителя РФ и 11 спортсменов из Беларуси согласились. Некоторые предложения отклонили, как, например, экс-первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. На этом этапе моей карьеры и особенно со всеми трудностями, с которыми я воролась в прошлом месяце, я чувствую, что мне нужно позаботиться о своем здоровье. Олимпиада – это слишком в плане графика. Я решила позаботиться о своем здоровье. Я должна чем-то пожертвовать. Арина Соболенко, теннисистка из Беларуси. Добавлю, что Арина Соболенко считается любимицей белорусского диктатора Александра Лукашенко. Неоднократно встречалась с ним, однако после полномасштабного вторжения России в Украину от Лукашенко дистанцировалась и несколько раз не смела, но намекала, что его политика не поддерживается. А вот по меньшей мере 9 нейтральных россиян, которые каким-то образом прошли проверку Международного Олимпийского комитета и поедут в Париж, напротив, своими действиями демонстрируют поддержку политики Путина и его так называемой специальной военной операции. Об этом пишет ресурс Бабель. Журналисты провели расследование и узнали, что, например, Абдулла Курбанов – чемпион России по борьбе в вольном стиле и участник турнира в память российского оккупанта, погибшего в Украине. Украина на всех уровнях призвала Международный Олимпийский комитет не допускать к играм россиян и белорусов даже в нейтральном статусе. Об этом говорил лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом же заявлял и глава Национального Олимпийского комитета Вадим Гуцайт. По всем направлениям мы работали. Подробнее разобраться в теме нам поможет олимпийский чемпион, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы, а также первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта. Жан Белинюк присоединяется к эфиру «Фридом». Жан, добрый день. Добрый день. На сегодняшний день, практически за три недели до начала Олимпиады, известно, что минимум 33 российских и белорусских спортсмена будут участвовать в парижских играх. Как вы приняли эту новость как действующий спортсмен и что по этому поводу думают Верховной Раде? Какой позиции придерживается Украина на национальном уровне? Смотрите, если учитывать количество спортсменов от ВИС России и Белоруссии, которые принимали участие до этого, то есть россиян там было порядка более 200-250 участников, белорус не скажу, я думаю порядка 50-100, то это как бы существенное сокращение. Вот, естественно, и как в Раде, так и спортивное сообщество украинское, мы считаем, что не должно быть вообще представителей из этих стран на подобном мероприятии. Но Международный пенсионный комитет, он как бы балансирует в этом вопросе и старается, скажем так, между двух огней каким-то образом, то, что называется, на сленге пропетлять. Это вылилось в допуск подобных атлетов, так называемых нейтральных, хотя мы неоднократно заявляли о том, что мы не считаем и не понимаем ничего о их нейтральности, ввиду того, что они живут в подобных государствах, которые устраняют какую-либо субъектность этих спортсменов, которые могли, которые даже если бы хотели что-то заявить в поддержку Украины, они бы этого банально не смогли сделать, потому что, ну, соответственно, в таких государствах они живут. Вот, ну, по-моему, даже таких, скажем так, инициатив с их стороны и не было. То есть они даже не заикались о поддержке Украины. По крайней мере, я ничего подобного не слышал. Вот, как мы знаем, Международный Олимпийский комитет запретил использование российской национальной символики и гимна на играх в Париже. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом РФ. Им также запрещено публично выражать поддержку путинской войны против Украины. Но достаточно ли вот этих ограничений для тех, кто, ну, действительно поддерживает военную агрессию против Украины? А как известно, из открытых источников мы выяснили, что как минимум 9 российских атлетов, они прославляют Путина и российскую армию. И, кстати, борцов среди них также немало. Все российские спортсмены, так и белорусские, по указанию из Кремля, либо из белорусского Кремля, вот, все будут делать то, что им сказано. Поэтому здесь у меня нет абсолютно никаких иллюзий касательно того, что у них нет никакой субъектности, у них нет возможности проявить свою какую-то позицию, если она идет в разрез с позицией, как бы, руководства тех держав, которые они представляют. Соответственно, наша точка зрения, она, скорее, за прежние, они не должны ни в каком виде присутствовать на Олимпийских играх. И то, что Международный Олимпийский комитет допустил, ну, скажем так, я не назову это заигрыванием с агрессором, потому как все-таки в России, судя по тому, что я слышу, они очень не удовлетворены этим решением, и они давят на своих атлетов, чтобы те самостоятельно самоустранились от участия в Олимпийских играх. Они хотят, чтобы они... Ну, они хотят не брать на себя ответственность, запрещая атлетам участвовать, но они хотят, чтобы атлеты сами проявили свой патриотизм и сказали, что нам такие игры не нужны без флага, без гимна и так далее, и тому подобное. Но очевидно, что атлеты не готовы на это, потому что все понимают, что Олимпийские игры, они очень часто бывают... Такой шанс попадает один раз в жизни и жертвовать ради непонятно кого своим шансом они не хотят. Поэтому они отмалчиваются и не идут на тот... Ну, как бы не ведутся на подобные провокации со стороны их руководства, в том числе и высшего спортивного руководства их стран. Вот. Поэтому международный Олимпийский комитет, он балансирует. Он хочет, как бы, выйти максимально сухим из воды. Но мне кажется, что все-таки в этой борьбе Украина, она выжила максимум из того, что она могла сделать. И представительство в 30 человек, и то, которое будет после этого изгоем внутри самой России, мне кажется, это достаточно серьезный и хороший результат для нас. То есть еще эти спортсмены действительно по возвращению в свои города российские действительно будут там никем. А как вообще вот эти спортсмены, я имею в виду тех, которые поддерживают войну России против Украины, могли допустить к соревнованиям? Как проходит процедура фильтрации атлетов? И обращалась ли украинская сторона в Международный Олимпийский комитет, например, по каким-то отдельным спортсменам, которые не скрывают свои позиции? Начну с конца. Точно обращалась и в Международный Олимпийский комитет, и в профильные федерации. Я вам объясню касательно того, каким образом они принимали участие в отборочных стартах. То есть можно разбить процедуру фильтрации на два этапа. Один этап заключается в том, что на базе Международной Федерации, производится фильтрация. И тут зависит от того, насколько интегрированы пророссийские силы внутри этих федераций. Соответственно, если, допустим, позиции России в нашей ассоциации спортивной борьбы мировой сильные, соответственно, там допускали, закрывали очень часто глаза на атлетов, которые были замешаны в какие-то пропагандистские, в том числе, мероприятия, либо которые стоят на учете, точнее, являются контрактниками вооруженных сил и различных силовых ведомств Российской Федерации. Потом, если мы берем Олимпийские игры, здесь уже Международный Олимпийский комитет самостоятельно производит эту фильтрацию, то есть дополнительную. И вот на этапе фильтрации именно Международного Олимпийского комитета очень многих сбили те, которые были допущены на этапе фильтрации профильных федераций. Поэтому мы видим такое количество атлетов, которые действительно выступали на соревнованиях и выигрывали лицензии, но их после этого не допускают на сами Олимпийские игры. Они за все-таки работают. Кстати, нашим зрителям я хочу напомнить, что Жан Белянюк также будет выступать на Олимпиаде в Париже. Его профиль – это греко-римская борьба. Жан, на вас лично как-то влияет присутствие российских и белорусских спортсменов на играх. И какие бы советы вы дали другим украинским олимпийцам, как вести себя рядом со спортсменами из страны агрессора? На меня, учитывая эти реалии и учитывая то, что мы не можем повлиять уже в данной ситуации на их участие либо неучастие, потому что некоторых допустили все-таки, например, в моей весовой категории, допустили человека, который, скорее всего, если он сам не откажется, будет принимать участие в Олимпийских играх. Соответственно, это добавляет мотивации побеждать. И, естественно, подобные поединки, они будут сверх мотивированы для каждого украинского атлета. И страсть к победе будет у них огромная, потому что они понимают, что тем самым, ну, как бы, украинец сейчас не может просто без боя, как-то не сражаясь, отдать схватку. То есть все будут до конца биться, все будут вырывать победу и надеяться на позитивный результат. Касательно поведения с представителями так называемых нейтральными атлетами так называемых стран-террористов, не вестись на провокации, потому что они могут быть не контактировать, не проявлять никакие, как бы, жесты уважения. Вот у нас, нам в Федерации Международной разрешили не пожимать им руки перед схваткой. Соответственно, мы никаким образом не проявляем им уважения, как это делают спортсмены, которые представляют две цивилизованные страны, которые в честном поединке между собой выясняют, кто из них сильнее. Естественно, когда российские спортсмены готовятся в теплых залах со светом, который не разбомблен Российской Федерацией, близкие и родные, которые в нормальных условиях проживают, не нужно за них переживать. А украинцы, они, помимо того, что без света, без тепла зимой, постоянно думают о том, что ракеты летают над головой, постоянно думают о том, где их родные, и они попали в дом, где они проживают, ракета. То есть, скажем так, назвать это условиями равными между этими атлетами не повернется язык ни у кого. Соответственно, здесь не может быть никакого уважения, никакого проявления радушия, проявления какого-то уважения, fair play, то что называется, в отношении подобных представителей. Жан, вы упомянули о провокациях. Олимпиада – это главное соревнование в жизни любого спортсмена. Напомню, что игры проводятся лишь раз в четыре года. При этом Россия, не участвуя командно на Олимпиаде в Париже, всячески пытается дискредитировать эти соревнования. Некоторые спортсмены, обиженные атлеты, говорят, что не так уж и хотелось ехать, что, конечно же, не так. А Кремль распространяет фейки, чтобы запугать гостей Олимпиады и снизить интерес к соревнованиям. Не исключено даже, что Москва будет готовить провокации и, возможно, даже теракты. Как обстоит дело с безопасностью во Франции и стоит ли чего-то опасаться участникам и гостям Олимпийских игр? Мы очень сильно надеемся, что спецслужбы Франции все-таки разбираются в своем деле и как минимум будут предотвращать подобные угрозы террористические за стороны, в том числе, Российской Федерации, если они такие планируют. Естественно, желательно украинским спортсменам, в частности, максимально быть аккуратным, не покидать пределы Олимпийской деревни, ну и держаться сообща, чтобы не было никаких моментов, связанных с тем, что человек там куда-то ушел и там встретил, скажем так, людей, которые недоброжелатели в самом городе, к примеру, либо еще что-то. То есть минимизировать риск подобных ситуаций. И я думаю, что подобная дискуссия еще не раз пройдет на уровне наших ведомств, типа Международного Олимпийского комитета, Министерства спорта, и не будут доносить подобные рекомендации до каждого спортсмена, который будет принимать участие в этих соревнованиях. Потому как действительно сейчас эти игры, они не обычные, не такие, как были до этого. Нужно все эти факторы учитывать и нужно еще обязательно быть максимально эффективным для своей страны там, давать интервью, рассказывать о том, в каких условиях тот или иной спортсмен готовился. И привлекать сельское внимание международного сообщества к тому, что война в Украине все еще продолжается, и Россия все еще пытается оккупировать наши территории, убивая наше, в том числе, цивильное население. Жанн, еще один последний вопрос к вам. У нас буквально минута остается. Россия ведь хочет заменить Олимпиаду играми дружбы у себя. Международные спортивные соревнования там планируют провести в сентябре, в Екатеринбурге и Москве. Что вы знаете об этой инициативе Кремля и как вообще к ней относитесь? Мы такое уже видели, когда они бойкотировали Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. И странные сателлиты тогдашнего Советского Союза и сам Советский Союз не принимал участия в этих играх. И провел какие-то соревнования, по-моему, тоже называл, что-то типа дружба, типа как альтернатива Олимпийскими играми. Ну, мы это уже проходили. Пускай проводят все, что они хотят, но мы считаем, что в цивилизованном спорте, международном, им места нет. А вот эти все соревнования, которые по их инициативе, они же сами реализуют, ну, это их инициатива, их право. Пускай делают все, что хотят, просто чтобы остальной цивилизованный мир, который не хочет пачкаться, марать руки подобных участников из этих стран-террористов, имели такую возможность. Действительно, у себя дома, на своей территории пусть занимаются чем угодно. Жан, спасибо вам большое, что помогли разобраться в олимпийской теме. Жан Белинюк, первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, а также олимпийский чемпион был с нами на связи. На этом у меня все. Больше новостей расскажу в 21.00, когда на Freedom выйдет итоговый выпуск. Тогда и увидимся. Всего доброго.